здравствуйте меня зовут севастиан одынский сегодня на уроке физики мы с вами рассмотрим вихревое электрическое поле также рассмотрим что такое индуктивность самоиндукция и энергию поля тока для начала поговорим о вихревом электрическом поле что это такое это изменяющие магнитное поле которое порождает как раз таки велик вихревое электрическое поле здесь мы можем видеть что есть магнитные два полюса магнита и рядом с ним будет образовываться магнитное поле и если это магнитное поле изменяется то рядом будет образовываться вихревое электрическое поле который мы обозначаем буквой Е, которая обозначает как раз-таки напряженность электрического поля. Силовые линии или же линии напряженности вихревого электрического поля всегда замкнуты, как на этом слайде мы видим, что силовые линии замкнуты, то есть образовывают кольцо. И вихревое электрическое поле не является потенциальным, то есть не зависит от положения определенной рассматриваемой точки. Теперь давайте рассмотрим условия следующей задачи. Заряд Q равномерно распределен по тонкому диэлектрическому кольцу массой M, лежащим на гладкой горизонтальной плоскости. Кольцо находится в однородном магнитном поле с индукцией B. Магнитные линии направлены вертикально. Определите угловую скорость, которую приобретет кольцо после выключения магнитного поля. Что нам первоначально необходимо рассмотреть? Нам необходимо рассмотреть достаточно малый промежуток времени, который мы обозначаем Δt. За данный промежуток времени поменяется магнитный поток, который мы обозначаем ΔF. Оно будет меняться из-за того, что меняется магнитное поле. Это обозначение ΔB. π умноженное на r квадрат это не что иное, как площадь данного кольца. Мы знаем, что если меняется магнитное поле, то также еще и будет образовываться ЭДС. Здесь как раз таки мы можем выразить ЭДС к предыдущей формуле. Просто мы добавляем деление на Δt и мы тем самым выражаем ЭДС. ЭДС также будет зависеть от напряженности электрического поля и также от длины окружности, которую мы рассматриваем. То есть данного кольца. Если мы также преобразуем напряженность, то получим данное выражение, которое как раз таки показывает зависимость напряженности от изменения конкретного участка, который будет пронизывать магнитный поток. Также мы знаем, что по всему кольцу распределен определенный заряд Q. Дельта Q это определенный заряд на каком-то сегменте этого кольца. И данный заряд мы будем определять таким образом. То есть чем больше сегмент кольца, сектор кольца мы берем, тем больше заряд мы будем рассматривать. И мы также с вами еще знаем, что напряженность электрического поля и заряд связаны между собой силой электрического взаимодействия. Для того, чтобы нам определить, какая сила будет действовать на конкретный сектор кольца, нам необходимо напряженность поля умножить на заряд данного сектора. Также мы можем посчитать, какой будет массы тот или иной сектор кольца. Для этого мы можем воспользоваться данной формулой. И дельта М это масса конкретного сектора кольца. Также, так как у нас происходит движение этого кольца, начинается движение этого кольца, значит у нас будет присутствовать ускорение. Опираясь на второй закон Ньютона, мы можем сказать, что ускорение это отношение силы к массе. Также мы знаем, что ускорение зависит у нас от изменения скорости за какой-то промежуток времени. И тем самым мы выражаем изменение скорости через ускорение на конкретном промежутке времени. Так как нам необходимо определить угловую скорость, то мы знаем, что угловая скорость будет отношением изменения линейной скорости к радиусу окружности. И объединяя формулы предыдущие, мы получаем, что угловая скорость будет определяться зарядом, изменением магнитной индукции дельта Б и массой определенного сектора. То есть, если мы знаем заряд, если мы знаем, какое магнитное поле будет пронизывать это кольцо и массу, то мы можем посчитать как раз-таки угловую скорость, с которой будет двигаться данное кольцо, которое мы рассматривали в данной задаче. Теперь давайте поговорим о том, что такое индуктивность и самоиндукция. Физическую величину, равную отношению магнитного потока F, порожденному током в контуре через поверхность, ограниченную этим контуром, к силе тока I в данном контуре называют индуктивностью контур или коэффициентом самоиндукции. Этот коэффициент самоиндукции мы будем обозначать буквой L. И это и есть не что иное, как индуктивность. Для этого нам необходим магнитный поток F и сила тока. Индуктивность мы будем измерять в Генри, а Генри это не что иное, как отношение Вебера к амперу. Единицы измерения вы можете увидеть на этом слайде. Теперь, если мы рассматриваем определенную длину селеноида, то мы можем как раз-таки определить индуктивность селеноида. Что такое селеноид? Это определенная катушка, намотка, то есть провод, который намотан в виде катушки. Также у этого селеноида будет площадь поперечного сечения, которую мы обозначаем буквой S. Так как это катушка, то здесь будет определенное количество витков. А сила тока, которая проходит по этим проводам, будет обозначаться буквой I. В этом случае мы можем определить модуль индукции магнитного поля внутри самого селеноида. И он будет определяться таким образом. Мюн нулевое это как раз-таки магнитная проницаемость того или иного материала. И вектор магнитной индукции будет зависеть от силы тока, от количества витков и от длины самого селеноида. Магнитный поток через поверхность, ограниченную одним витком, мы определяем как произведение вектор магнитной индукции и площади. То есть данная формула нам позволяет определить, какой магнитный поток будет проходить через один виток. Но у нас этих витков несколько. Мы обозначаем количество витков большой буквой N. И чтобы определить общий магнитный поток, нам необходимо количество витков умножить на как раз-таки магнитный поток через один виток проволоки. Далее мы можем выразить индуктивность. Индуктивность этого селеноида. Он будет зависеть от проницаемости, от количества витков, от площади и от силы тока, которая будет в проводнике с электрическим током. Пусть в силу каких-либо причин, за достаточно малый промежуток времени ΔТ, сила тока рассматриваемого контура изменяется на ΔI. То есть у нас сила тока будет меняться. Из определения следует, что в этом случае магнитный поток F через поверхность, ограниченную контуром, изменяется на величину ΔF. То есть изменение магнитного потока будет зависеть от изменения силы тока и также будет от величины индуктивности. Следовательно, согласно закону электромагнитной индукции в контуре, будет возникать ЭДС индукция. И данную ЭДС индукции в этом контуре мы можем определить по данной формуле. Изменение магнитного потока к единице времени. А вместо изменения магнитного потока мы можем поставить произведение индуктивности и силы тока. И тем самым мы получаем вот такое выражение. Возникновение такой ЭДС в контуре обусловлено изменением силы тока в самом контуре. Поэтому эту ЭДС называют ЭДС самоиндукция. А явление ее возникновения называют самоиндукцией. Обратим внимание на то, что знак ЭДС самоиндукции противоположен знаку скорости изменения силы тока. И поэтому можно сказать, что ЭДС самоиндукции препятствует изменению силы тока в контуре. То есть, если будет меняться электрический ток в проводнике с током, то ЭДС самоиндукция будет стараться наоборот сохранить тот поток электрического тока. И он будет противоположно направлен. Физическую величину равную отношению магнитного потока F через поверхность, ограниченную вторым контуром в силе тока I, вызывающую во втором контуре магнитный поток F2, называют взаимной индуктивностью этих контур или коэффициентом их взаимной индукции. Физическую величину, равную отношению магнитного потока F2 через поверхность, ограниченную вторым контуром к силе тока I1, вызвавшей во втором контуре магнитный поток F2, называют взаимной индуктивностью этих контуров или коэффициентом их взаимной индукции. То есть мы, если рассматриваем две, допустим, катушки, рядом с которой у нас возникает электрический ток, то есть течет электрический ток, а во второй катушке будет возникать электрический ток. И индуктивность, взаимные индукции мы можем посчитать таким образом. Это же, опять же, магнитный поток нам необходимо поделить на силу тока, которая протекает в другой катушке. Увеличение силы тока в цепи с индуктивностью приводит к возникновению ЭДС самоиндукции, которую мы обозначаем буквой Эпсалон, которая препятствует нарастанию этого тока. Поэтому источник должен совершать работу по преодолению ЭДС самоиндукции. Именно эта работа и приводит к увеличению силы тока в цепи и, соответственно, энергии магнитного поля. Расчет такой работы позволяет получить формулу для вычисления энергии магнитного поля тока I, проходящего по цепи с индуктивностью L. То есть мы можем посчитать, какая будет совершаться работа, или же мы можем посчитать энергию магнитного поля рядом с катушкой индуктивности. Для этого нам необходимо знать индуктивность и силу тока в квадрате, которую мы в итоге поделим на два. И это будет как раз-таки энергия магнитного поля. Энергию магнитного поля можно вычислить не только, зная индуктивность цепи и силу тока в ней, но и зная модуль индукции магнитного поля. Расчеты показывают, что плотность энергии магнитного поля, то есть энергия магнитного поля, проходящая на единицу объема, равна следующей формулы. То есть мы можем посчитать энергию магнитного поля, зная вектор магнитной индукции, то есть какое магнитное поле пронизывает тот или иной силеноид, допустим, и также магнитные проницаемости. Теперь мы выведем определенную формулу, и эту формулу мы будем выводить через конкретный пример. Для этого обратимся к цепи, подключаемой к источнику тока, в которой здесь у нас как раз-таки схема изображена на рисунке. Рассмотрим достаточно малый промежуток времени ΔТ, в течение которого сила тока в цепи увеличивается на ΔI. Будем считать, что ΔI, то есть изменение сил тока, мало по сравнению с средней силой тока. То есть незначительно меняется. И согласно закону в замкнутой цепи мы можем говорить, что напряжение на каком-то конкретном участке будет равно сумме ЭДС на источнике, и также прибавим к этому ЭДС на силеноиде, то есть на катушке. А мы знаем, что ЭДС имеет противоположный знак, и подставляя формулу ЭДС мы получаем, что ЭДС минус L ΔI, поделенный на Т, это и будет как раз-таки напряжение на данном селеноиде. Теперь, если мы рассматриваем такое произведение ЭДС, силу тока и конкретный промежуток времени, то мы можем расписать данное выражение через работу, и работу, которая выделяется в качестве тепла на конкретном резисторе, и работу на катушке индуктивности. И мы разобьем все время установление тока на N определенных достаточно малых промежуток. То есть мы разбиваем весь этот процесс на какие-то промежутки. За каждый из этих промежутков сила тока в цепи увеличивается на одну величину ΔI. Тогда средняя сила тока IN на N промежутке времени будет нечто средним между единицей и количеством витков. Не количеством витков, а количеством времени, на котором мы разбили этот промежуток времени. И чтобы определить силу тока на конкретном промежутке времени, нам необходимо этот промежуток умножить на изменение силы тока. То есть на сколько поменялась в целом сила тока в этой цепочке. И интересующая нас сумма с учетом суммы N членов арифметической прогрессии принимает вид. То есть мы берем все эти промежутки, складываем, и у нас получается данное выражение. Что нам позволит вычислить данное выражение? Поскольку N много больше единицы, а сила установившегося тока определяется как сила тока, которая меняется в цепочке на количество промежутка времени, которое мы с вами рассматриваем, из этой формулы мы можем вывести как раз таки формулу магнитной энергии. Мы знаем, что она будет зависеть от силы тока, от индуктивности, но так как силу тока мы можем представить как изменение за конкретный промежуток времени, то и, зная эти промежутки времени и насколько меняется сила тока, мы можем посчитать как раз таки магнитную энергию катушки индуктивности. Теперь давайте повторим, что мы с вами изучили на данном уроке. Мы с вами рассмотрели, что такое вихревое электрическое поле, также рассмотрели, что такое индуктивность, самоиндукция и энергия поля электрического тока. Всем спасибо, до встречи на следующем уроке. Продолжение следует...